Добрый день еще раз, меня зовут Галина Попова, я являюсь участницей Воронежского научно-практического общества соционики. Итак, соционика в описании информационных психических свойств использует понятие дихотомии, то есть парность свойств, а также признаки Аугустина Витчеты Рейнина. Одним из наиболее часто встречающихся признаков является статикодинамика, часто определяемых признаков является статикодинамика. Напомню, что статика характеризует свойства человека больше пребывать в покое, поддерживать позу без движения, а динамик, напротив, более склонен к движениям, к изменению формы тела, позы, активной мимики и жестикуляции. Данные свойства больше относятся к физиологическим свойствам человека, являются малоосознаваемыми. При практическом определении типа часто и априорно считается, что проявление данного признака не зависит от ситуации, что противоречит понятиям физиологии о безменчивой активности функциональных систем, и противоречит понятиям соционики о ситуативной активности ментального и витального информационных колец. И вот данные противоречия исподвигло нас на написание данной статьи и проведение эксперимента по признаку статикодинамика. Цель моего доклада сегодня – это дать физиологическое объяснение понятию статикодинамика, создать физиологическую экспериментальную исследовательскую методику определения физиологического свойства, соответствующего признаку статикодинамика, выяснить ли, зависит ли проявление типа от ситуации и в каких ситуациях признак соответствует типу информационного метаболизма, выяснить, доступен ли данный метод к обучению и возможности применения признака в клинической медицинской практике спортивно-оздоровительных технологий. Для начала необходимо нам разобраться в физиологии. Физиология в исследовании нервной ткани использует понятие реципрокности, то есть парности функции. Допустим, при сгибании локтя у меня бицепс напрягается, трицепс расслабляется. И наоборот, при сгибании трицепс у меня напрягается, бицепс одновременно расслабляется. То есть данное свойство реципрокности соответствует соционике понятию дихотомии. Часть нисходящих путей управления движениями, оканчивающихся преимущественно в медиальной, центральной части спинного мозга, называется медиальной. Имеет представительство в мозжечке и является малоосознаваемой. Периферический на 90% связан с двигательными единицами. Это мотонерон с мышечными волокнами. Данный сложный комплекс и образует медиальную двигательную систему. Это, собственно, тот самый морфофункциональный материальный объект, носитель признака статикодинамика. Вот, собственно, данный признак у нас регистрируется флексионным тестом по профессору Саморукову. В исходном положении мы устанавливаем пальцы параллельно друг к другу вдоль позвоночного столба симметрично и просим испытуемого медленно и плавно наклонять голову вниз. При этом пальцы идут у нас след за мышцами. Когда человек заканчивает движение, у нас образуются два положения. Симметричное либо асимметричное. То есть, скажем, если в качестве стимула мы использовали статичную позу, ну, например, кратковременное напряжение мышц. Сразу же измеряем реакцию. Если же мы получаем симметрию, значит, речь идет о статике. Если же анализируем динамическую позу, это может быть быстрое повторяющееся движение качания. У нас получается симметрия, значит, перед нами динамик. То есть, данные тесты используются для анализа двигательной системы, для оценки реакции организма на стимул. То есть, положительная реакция – это симметрия, выпрямление и движение в сторону стимула. То есть, данные тесты являются рутинами в медицине, физкультурно-оздоровительных технологиях, ортопедии, мануальной терапии, остеопатии. То есть, таким образом, мы имеем биомеханические тесты для оценки физиологического состояния. Либо статичной позы, то есть, изометрического напряжения мышц, либо динамической, одиадохокинез, то есть, быстрое повторяющееся движение качания, которое, собственно, и соответствует признаку Аугустина Витчута-Рейнина «статикодинамика». Так, немножко о наших исследований. То есть, исследовались лица, консультирующиеся по поводу улучшения формы тела и двигательных навыков по системе Юрия Алексеевича Крива. Лица с ортопедическими заболеваниями в медицинских учреждениях, также люди, обратившиеся по поводу семейного и индивидуального соционического консультирования, а также лица, которых мы подбирали для организации, то есть, кадровые консалти. Исследования проводили врачи, специалисты физкультурно-оздоровительных технологий, соционики с разным уровнем подготовки, а также лица, не имеющие к соционике отношения. Самым главным было освоение технологии биомеханических тестов. Очень важно отметить, это стандартные условия, то есть, к ним относятся то, что человек должен находиться в спокойной обстановке, в удобной обстановке, при отсутствии каких-либо раздражителей, стимулов в состоянии нервно-психического покоя. И количество людей, помимо испытуемого в помещении, должно быть не более трех человек. Проводились исследования в условиях подходящей физиологической среды, то есть, тех самых стандартных условий, с заведомо неподходящими физиологическими условиями, ну, например, ставили человека босиком на кафельный пункт. Также в состоянии нарушений функции опорно-двигательного аппарата и в группе более пяти человек. Вот вы видите результаты наших исследований за период с 1 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года. В условиях подходящей физиологической среды при отсутствии заболевания опорно-двигательного аппарата признак соответствовал типу информационного метаболизма в 98% случаях, что соответствует активности ментального информационного кольца. В условиях заведомо неподходящей физиологической среды и также при отсутствии заболеваний каких-либо признак соответствовал типу информационного метаболизма в 23% случаях. Когда мы обследовали людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, у них признак соответствовал типу информационного метаболизма всего в 15% случаях, что говорило об активации витального информационного кольца. И в группе более 5 человек, без также бесподходящей физиологической среды, признак соответствовал Тиму в 63% случаях. То есть, таким образом, видно ситуационную изменчивость признака статика динамика и существовании условий, при которых признак не соответствует типу информационного метаболизма. Это подтверждает положение соционики об ситуативной активности ментального и витального информационных колец Тима. То есть, принимая во внимание данные соционики, данные фундаментальной клинической физиологии, теории функциональных систем, можно сделать вывод об меньшей эффективности наблюдательного метода определения признаков статика динамика в сравнении, например, с аспектно-дихотомическим методом по Букалову-Карпенко и физиологическим методом по Криво. Ну, также, возможно, по признаку статика динамика оценить состояние здоровья человека. Это подтверждено клинической практикой Юрия Алексеевича. И важно здесь знать тип информационного метаболизма человека. То есть, в случае, когда признак соответствует активности ментального кольца, речь идет о нормальном здоровье, то есть правильной активности двигательной системы, движения в сторону стимула. Если же диагностируемый признак статика динамика соответствует активности витального кольца, то речь идет об защитной активности двигательной системы, То есть это состояние сниженного здоровья. Также в физкультурно-оздоровительных практиках определение признака статико-динамика можно использовать для выбора статического или динамического характера тренировок. А в мануальной терапии признак служит основанием для выбора методик работы с человеком. Это либо статическая техника с изометрическим сокращением мышц, либо динамическая с изотоническим. Метод определения признака статико-динамика используется для более эффективного лечения и профилактики таких заболеваний, как сколиоз, артрозы конечностей, различные деформации стоп, остеохондроза и мышечно-атонического синдрома. Итак, мы выяснили, что признак Аугустина Вичюты Рейнина статико-динамика соответствует физиологическим свойствам человека. И существуют материальные носители данного признака фундаментальной клинической физиологии. Существуют способы диагностики этих свойств. Также создана авторская методика Юрия Алексеевича Крива для определения физиологических свойств, соответствующих признаку статико-динамика. И проявление признака зависит от ситуации у одного и того же Тима. То есть очень важно отметить, что данный момент зависит от условий проведения эксперимента. То есть я напомню, что это должна быть спокойная обстановка, количество людей не более трех. То есть активность ментального или витального информационных колец может влиять на соответствующие признаки Аугустина Вичюта и Рейнина. Поэтому очень важно соблюдение условий, а также использование физиологических, биомеханических тестов для анализа работы двигательной системы. Потому что они наиболее точно описывают работу функциональных систем человека. Также методика Юрия Алексеевича Крива доступна к обучению и имеет широкую возможность для применения в физкультурно-оздоровительных технологиях, медицине, спорте и педагогике. Спасибо.